Музыка Сегодня прошло заседание правительства Магаданской области, в ходе которого министры совместно с губернатором обсудили несколько тем. Одна из них это основные подходы и сроки формирования обоснования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета. Основные задачи распределения бюджета – обеспечить его сбалансированность и мобилизировать доходы, эффективно использовать каждый бюджетный рубль, а также провести анализ направлений деятельности подведомственной сети учреждений и организаций. В июне текущего года в закон Магаданской области о бюджетном процессе в регионе были внесены изменения, которые касались изменения сроков внесения проекта закон Магаданской области и регламента его рассмотрения. То есть теперь внесенные изменения позволяют провести бюджетные процедуры и соблюсти все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации. Что я имею в виду? То есть теперь у нас бюджет будет приниматься не в последние дни декабря, то есть нам остается на новогодние каникулы принимать лимиты бюджетных обязательств и учреждениям составлять кассовые планы. А то есть на это у нас будет весь декабрь. Согласно новой редакции закона, проект областного бюджета должен быть внесен в Магаданскую областную думу до 20 октября. Но в связи с тем, что у Минфина установлены другие сроки, мы должны весь пакет документов направить до 11 октября. Соответственно, эту работу мы сделаем раньше. Во время встречи уточнили необходимые объемы на заработную плату. И в конце августа запланирована бюджетная комиссия, только уже с городскими округами. Противопоказано. Да нет, мы же не галочки. Если противопоказано... В Магадане двух молодых людей подозревают в угоне мопеда у несовершеннолетнего. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19- и 22-летнего магаданцев. Их подозревают в угоне, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой применения. По версии следствия, в июле текущего года в вечернее время двое молодых мужчин 19 и 20 лет, находясь на участке местности напротив дома по улице набережной реки Магаданки в городе Магадане, увидели 15-летнего подростка, который стоял рядом с мопедом марки Хонда Дио, принадлежащего его матери. Ранее знакомый с несовершеннолетним 19-летний злоумышленник потребовал передать ему мопед для совершения поездки, но получил отказ. После этого 22-летний злоумышленник, который был в состоянии алкогольного опьянения, ударил подростка в грудь и лицо, а также пообещал продолжить избиение. В это же время 19-летний молодой человек, благодаря ключу в замке зажигания, запустил двигатель мопеда и уехал. На данный момент следователи собирают доказательства. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается. Узнать об исполнительных производствах можно через интернет. На едином портале Госуслуги доступен набор сервисов для представителей бизнеса и физических лиц, сторон исполнительного производства. Например, с помощью сервиса Госпочта в личный кабинет пользователя направляют электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Впоследствии данного сервиса в личные кабинеты сторон исполнительного производства доставляются повестки и сведения о задолженности. Также необходимо отметить, что на едином портале Государственных услуг реализована возможность подачи заявлений, ходатайств, жалоб, обращений и иных документов должностным лицам службы судебных приставов. Необходимо отметить, что таких документов свыше 30 типовых по различным жизненным ситуациям, связанным с исполнением исполнительных документов. На сегодня количество таких обращений почти 2 миллиона. Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. Как показывает статистика, данный электронный сервис – один из самых популярных на портале. В сутки фиксируется около 35 тысяч запросов. Реставрация городского ЗАГСа завершится этой осенью. Данный проект разработан на основании муниципального задания на 2019 год. Заказчиком выступила некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Архитектурно-строительные решения разработали специалисты службы технического контроля мэрии Магадана. Подрядная организация «Готекстрой» приступила к работам этим летом. Общая сумма контракта – почти 17 миллионов рублей. Обновляют ЗАГС за счет средств собственников, накопленных при оплате взносов на капитальный ремонт, а также при софинансировании государственной программы «Столица». Что касается самого ремонта, то цоколь здания планируют отделать крупнозернистой декоративной штукатуркой. Стены будут окрашены фасадной силикатной краской бежевого цвета. Кроме этого, для повышения из настойкости монтаж архитектурных элементов предусмотрен из стеклофибробетона. Также будет произведена замена дверных блоков, ремонт входной группы, крыльца и обновятся ограждения пандуса. Как вести себя после прививки? У многих после вакцинации может подняться температура, так вот специалисты уверяют – это нормально. Допускается симптоматическая терапия, можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Также в первые три дня после прививки нельзя заниматься спортом. Полноценный иммунитет будет формироваться до 40 дней, поэтому соблюдать профилактические меры от COVID-19 нужно продолжать. Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков, уверяют эксперты. Вчера прошли ежегодные парашютные прыжки, приуроченные ко дню воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие волонтерская рота боевого братства и клуб «Наследие» при поддержке Магаданского парашютного клуба. Идеально, если такое событие пройдет именно 2 августа. Однако в этот день погода в Магадане не подходила для прыжков. Зачастую именно военные вспоминают былые времена и достойно отмечают праздник прыжком с парашюта. Но вчера прыгали и просто ребята, которые хотят ощутить адреналин. Прыгают как ветераны, но упор наш – это основной на молодежь. Мы подрастающее наше поколение прививаем к парашютному спорту. Естественно, прививаем их любовь к небу, к парашюту, к службе в армии. Надеемся, что в будущем кто-то из них будет служить в элитных воздушно-десантных войсках и с честью защищать нашу Родину. Магаданская областная организация ветеранов боевое братство с 2015 года дает возможность отточить навыки опытным парашютистам, а также дарит новые незабываемые эмоции и воспоминания новичкам. Для многих из них это возможность выразить уважение к тем, для кого прыжок с парашютом не подвиг, а лишь малая боевая задача. Однако нельзя просто сесть в самолет и прыгнуть. Для начала нужно будет пройти небольшое обучение, сдать экзамен и только после этого у всех желающих появится возможность сделать шаг и ощутить прекрасный момент полета. Изначально все проходят теоретическую подготовку, изучают возможные ситуации, как с ними действовать, пробуют выпрыгивать с самолета, висят в подвесной системе, это все на протяжении нескольких дней, после этого всех допускают только к экзамену и после экзамена уже допускают на прыжки основные. Перед самим прыжком еще также проходит наземная подготовка, где все это повторяют, рассказывают, ну так, чтобы убедиться во всем. В этот день в прыжках участвовало около 30 любителей острых ощущений и среди них 6 новичков, которым также удалось побывать в свободном полете. Более этого, некоторые парашютисты сразу после приземления с радостью поделились своими эмоциями с вечерним Магаданом. Ну что? Хорошо, нормально. Правда не повезло, что ты здесь ехал. Обидно. Как тебе эмоции? Офигенно. Я еще хочу. Понравильно? Да, мне понравилось. Это мой второй прыжок. В отличие от первого, со второго уже страшнее, так как ты уже понимаешь сверху, когда ты находишься, что находится внизу и куда ты прыгаешь. Первый раз-то у тебя все мутно, ты не понимаешь. А первый раз уже как бы пободрее и все тряслось. А еще перерыв был у нас долгий из-за карантина. Два года не прыгали. И как бы все уже забылось. И когда у нас, точнее, сели на самолет, полетели, то воспоминания хлынули. И снова этот адреналин пошел. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!